Центр стратегических и внешнеполитических исследований считает, что Кремль готовит почву к непризнанию элегантной победы Лукашенко. Эксперты центра считают, что на этот раз Лукашенко может оказаться без легитимизации своей элегантной победы не только на Западе, но и на Востоке. Пока председатель правления Сбербанка России Герман Греф открывает в Минске светомузыкальный фонтанный комплекс и мило улыбается, Кремль готовит почву к непризнанию результатов выборов при победе действующего главы государства Александра Лукашенко, что открывает широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. В июне основатель компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассчитал рейтинг кандидатов в президенты Белоруссии, включая Лукашенко. Данное исследование примечательно не тем, что якобы рейтинг Лукашенко составил менее 4%, а именно выбором подрядчика для такого рода изысканий. Дело в том, что ранее в 2018 году Facebook удалил почти 70 аккаунтов, профилей и приложений, связанные с Tazeros Global Systems Артура Хачуяна другой российской компании Social Data Hub, которую соцсеть заподозрила в несанкционированном сборе личных данных пользователей. Примечательно, что Social Data Hub не скрывала, что собирает информацию пользователей и даже сравнивала себя с печально известной Cambridge Analytica, стоящей за разработкой стратегии по проведению операций информационного влияния во время выборов президента США 2016 года. Вопросы к Social Data Hub также тогда появились у ВКонтакте, а на беспредварительного согласия пользователи собирают и используют их данные. Собранные данные белорусских пользователей социальных сетей при подсчете рейтинга кандидатов в президенты важны не с точки зрения реальной поддержки той или иной политической фигуры, сколько для дальнейшего планирования кампаний по информационному влиянию, в том числе для управления протестными настроениями. Кстати, еще в 2018 году на территории России прошли так называемые стратегические учения по информационным воинам пропаганда Games Belarus. Во время учений были смоделированы в режиме Live большой спектр сценариев развития конфликтов в соответствии с поставленными целями, от скрытого технологического влияния до действий в условиях масштабных акций протеста, включая противодействие пропаганде, снижение эффективности влияния, анализ технологий удержания власти текущего режима, преодоление семейственности во власти, сценарии развития ситуации в рамках СНГ и союзного государства, моделирование сценариев и реализация оппозиционных настроений в обществе Белоруссии. Компания «Тейзерос» также примечательна тем, что выступает контрактором при реализации подрядов российских спецслужб и других государственных структур, не особо скрывая это. Защитники Виктора Бабарико, адвокаты Александра Пыльченко и Дмитрий Лаевский, подали жалобу на имя генерального прокурора, на постановление о привлечении их подзащитного в качестве обвиняемого. Из-за подписки о неразглашении адвокаты не могут прокомментировать по существу обстоятельства дела и даже статьи, но обвинение, обжалованное ими в полном объеме, рассказала Лаевский. И прежде всего потому, что оно не позволяет реализовать право на защиту. Обвинение должно соответствовать требованиям Уголовно-процессуального кодекса и позволять понять, какие именно действия инкриминируются, чем они выражались и так далее. Если оно не позволяет это понять и не является конкретизированным в достаточной степени, то в таком случае человек не может опровергать, то есть защищаться. В то же время неопределенность выдвинутых человеку претензий позволяет усомниться в том, имелись ли для них основания в принципе, сказал Дмитрий Лаевский. Ранее Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов Бабарико на заключение под стражем. 2 июля в Минском городском суде был вывешен список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию, с которого общественности стали известны статьи Уголовного кодекса, по которым официально обвиняются Виктор и Эдуард Бабарико. В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по так называемому делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий, личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико, обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере. Морозов Антон работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, имеет долю в компании «Приват Лизинг» и входит в НАП-совет страховой компании «Кентавр». Обвинен в легализации отмывания средств, полученных преступным путем, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере уклонения от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере. В ведомстве сообщили, что в Генеральную прокуратуру поступили многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Виктора Бабарико, который является участником уголовного процесса. Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска 24 июня 2020 года, говорится в сообщении. В Генпрокуратуре также объяснили, что действия решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы как участниками уголовного процесса, так и иными физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы. Поэтому подытожили в ведомстве, обжалование действий решений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой остановление обращений без рассмотрения по существу. Нардеп фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в прямом эфире телепередачи заявила, что пятый президент Петр Порошенко в 2014 году поздравил главу России Владимира Путина с Днем России. Порошенко обвинил ее в Алжина, что Верещук возмутилась и попросила его забрать свои слова. Лидер Европейской солидарности несколько раз повторил, что она распространяет ложную информацию. Также Нардеп МОНа большинство подчеркнуло, что абсолютно уверенно, в своих словах эту информацию легко можно проверить. Ведущий программы Вадим Карпьяк отметил, что обвинение Верещук серьезное, а Россия заинтересована в такой информации для дестабилизации ситуации в Украине. После технической паузы дискуссия продолжилась. Лидер ЕС заявил, что нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что Порошенко выразил решительный протест Путину через танки. Также он обратил внимание, что на сайте Кремля 12 июня 2014 года указано, что Порошенко поздравил Путина с Днем России. Верещук в то же время сообщила, что она эту информацию нашла во многих источниках. Источники сообщают, что президент Украины Петр Порошенко и вправду говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Порошенко рассказал Путину о своем плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, главы государства обсудили план развития двусторонних отношений. Также отмечалось, что Порошенко поздравил Путина с Днем России. В пресс-службе Порошенко подтвердили, что содержательный и продолжительный разговор Порошенко и Путина состоялся. Кроме того, Порошенко подтвердили, что президенты Украины и России обсудили вопросы относительно шагов, которые необходимо предпринять для прекращения огня и разрешения ситуации мирным путем. Также пресс-секретарь президента Украины Святослав Цегулко отметил, что в разговоре Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда через государственную российско-украинскую границу на территорию нашего государства попали танки. Как тогда рассказывал Аваков, со стороны Российской Федерации, в частности, в районе Дьяково, идет проникновение колонн через захваченные террористами пункты пропуска. По его информации, через эти пункты зафиксировали прохождение колонн с БТРами, автомобилями, в том числе бронированными с артиллерийскими орудиями. Мы наблюдали три танка, которые, по нашим данным, прошли через границу и находились с утра в Снежном, после чего два из них двинулись по направлению Горловки. Они были атакованы нашими вооруженными силами, рассказал Аваков. По его данным, часть этой колонны была уничтожена. Как известно о том, что у террористов в Снежном Донецкой области были в распоряжении танки, сообщил Дмитрий Дымчук. Экс-президент Грузии, руководитель Украинского исполнительного комитета реформ, Михаил Саакашвили, рассказал в интервью, что в 2008 году во время российско-грузинского конфликта тогдашний премьер России Владимир Путин передавал ему угрозы через президента Франции Николя Саркози. Саркози был одним из главных посредников при урегулировании конфликта России и Грузии. Саркози после переговоров с Путиным прилетел ко мне и был явно дестабилизирован и напуган. Говорил, что Путин очень опасный, что он настоящий зомби, что он его действительно хватал за галстук, сказал Саакашвили. По словам экс-президента Грузии, Путин несколько раз открыто грозился его убить, в том числе перед Саркози. Путин опасен, но не настолько, чтобы его слишком сильно бояться. Конечно, надо быть очень осторожным. Он опасен, потому что для него не существует никаких принципов, никаких моральных ограничений. И он считает, что единственный метод достигать успеха – это щемить других, убивать, захватывать, через колено ломать и так далее. Надо вспомнить, что я один из немногих людей, которых он открыто пригрозил убить. А я еще жив, отметил политик. Саакашвили напомнил, что через Саркози Путин передавал угрозу подвесить его за яйца. По мнению экс-президента Грузии, таким образом, Путин пытался склонить его к принятию выгодных для России условия регулирования конфликта. «Конечно, я не подписал. Я точно знал, что он это делает для того, чтобы я подписал капитуляцию и чтобы подписал расчленение моей страны. Точно такой же текст, как Мюнхенские соглашения». В свое время Гитлер вызвал к себе президента Чехословакии и сказал «На, подпиши». И у него был приступ сердца. После того, как его откачали, он подписал «Так вот, у меня сердце было крепкое, и на эти вещи я не поддавался. И у меня же были эти исторические премьеры». Я ему сказал «Достань, куда ты можешь меня достать по своему росту». Такой обмен разговоров у нас был. Но это я не подписал. «Сарказик хотел, чтобы я подписал. Он сказал, если ты не подпишешь это, завтра утром здесь будут русские танки и тебя убьют. А твой друг Буш тебя не спасет». Вот это слово в слово. На что я сказал «Пожалуйста, Николя, уезжай без проблем. Даже если меня убьют, я эту мерзость, которую ты привез в нарушении наших предварительных договоренностей, не буду подписывать», – рассказал Саакашвили. При этом экс-президент Грузии опроверг информацию, что он публично называл Путина «Лили Путиным», и якобы после этого их отношения ухудшились. «Это неправда. Путин повторил клише, которое россияне сами распространяли. Я был очень всегда крайне вежлив по отношению к Путину. Вообще, были моменты, когда он сам на мат переходил. Но я всегда был очень сдержан и вежлив. Мне даже кажется, что у Путина, несмотря на все эти выходки, какой-то даже пиетет сегодня сохраняется. Когда ты не прогибаешься перед ним, он тоже как-то это уважает», – считает политик.